В Китае рассказали, какие важные законы были приняты в 2021 году. Власти предупреждают о возможном ледяном заторе на реке Хуанхэ. В прошлом году в Китае законодательная власть приняла много важных законов, которые касаются социальной сферы, международной и внутренней политики. Одновременная работа по столь разным направлениям стала возможна благодаря внедрению принципов эффективности и качества. Об этом на брифинге для прессы рассказал Джан Йесуй, официальный делегат пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Сначала он дал общий обзор, как строилась работа законодателей в отчетный период. В прошлом году Всекитайское собрание народных представителей и его постоянный комитет сосредоточили внимание на развитии дела партии и страны и активизировали работу в областях, связанных с сотрудничеством с другими странами. Законодательный процесс основывался на научном, демократическом и правовом принципах. Мы ускорили работу над законодательными актами, но параллельно в обязательном порядке уделяли время анализу социальных последствий. Джан также рассказал о разных аспектах законодательного процесса и подробно остановился на наиболее важных из них. Мы всесторонне пересмотрели приложение к основному закону специального административного района Гонконг, чтобы внедрить демократическую избирательную систему, которая соответствует правовому статусу Гонконга. Это необходимо для поддержания конституционного порядка в районе и обеспечения надежной реализации принципа «одна страна, две системы» в долгосрочной перспективе. Мы также приняли новый закон о надзорных органах. Китайские законодатели также рассмотрели и приняли акты об утилизации пищевых отходов и шумовом загрязнении на городских улицах. С прошлого года началась регуляция сбора личной информации о пользователях в социальных сетях. Это решение направлено на проблему дискриминационного ценообразования на основе больших данных, которые собирают крупные компании. Все эти проекты, адресованные в социальной сфере, отвечают на запросы широкой общественности. Раннее весна и устойчивое повышение температуры ускорили таяние льда на реке Хуанхэ в автономном районе внутренняя Монголия. Половина реки по-прежнему скована льдом, а отколовшиеся части плывут вниз по течению и грозят создать заторы в узких местах. Участок Хуанхэ во внутренней Монголии уже начал сильно таять в уезде Дэн-Коу, недалеко от города Байен-Нур. Сейчас перед отделом по борьбе с наводнениями встала критически важная задача по предотвращению скоплений льда. Сотрудники находятся в состоянии повышенной готовности к угрозе ледяного наводнения. Большое количество глыб в одном месте может поднять уровень воды и угрожать жизни людей. Мы внедрили систему ответственности руководителей за предотвращение паводков и порядок дежурств. Сотрудники проводят круглосуточное патрулирование дамб для проверки опасностей и обеспечения контроля уязвимых мест. Также мы подготовили аварийно-спасательные материалы и различные виды спасательных средств. Аварийная команда внимательно следит за изменением водной и ледовой обстановки. Протяженность реки Хуанхэ составляет почти 5,5 тысяч километров, а ее участок во внутренней Монголии составляет одну шестую от общей длины реки. Это вторая по длине река в Китае и одна из наиболее важных исторически и географически. Сезон сбора урожая морской осоки в самом разгаре в прибрежном округе провинции Джедзянь. Каждый день в ясную погоду фермеры выходят, чтобы собрать и просушить водоросли на побережье. Морскую осоку собирают с помощью специальных инструментов, нанизывают и подвешивают на длинные веревки, чтобы она сушилась на весеннем солнце в течение двух дней. Не только местные жители, но и остальные китайцы с нетерпением ждут свежих водорослей. В провинции Джедзянь специально приезжают, чтобы попробовать первый урожай в этом сезоне. Сухая морская осока приятно хрустит, а если ее хорошо охладить, то она еще и освежает. Выращивание и продажа водорослей – один из источников дохода местных жителей. Годовой объем производства морской осоки составляет до 4000 тонн, что увеличивает средний доход сельских жителей на 50-100 тысяч юаней. Когда наступает сбор урожая морской осоки, наши клиенты звонят по телефону, чтобы узнать, поступила она в продажу или нет. Туристы из районов Джоушань и Шэньцзямэнь всегда очень заинтересованы в нашей продукции и каждый год приезжают. Водоросли, которые выращивают в провинции Джэцзямь, не только хорошо продаются на внутреннем рынке Китая, но также экспортируются в Японию, Южную Корею и другие страны. Субтитры создавал DimaTorzok